Необходимо принять исчерпывающие меры для того, чтобы обеспечить безопасность детей и педагогов как в ходе праздника, так и в течение всего учебного процесса. В настоящее время правительством Российской Федерации требования к антитеррористической защищенности школ выделены в отдельный блок. Это говорит об особой важности и масштабности работы, которую необходимо вести на постоянной основе, добиваясь безопасности в наших общеобразовательных учреждениях. По словам исполняющей обязанности министра образования и молодежной политики Свердловской области Нины Журавлевой, все школы Свердловской области до 20 августа прошли проверку безопасности и допущены к началу учебного года. В целях обеспечения безопасности во всех школах оформлены и утверждены паспорта антитеррористической защищенности. Кроме того, все образовательные организации оснащены различного рода тревожными кнопками, а также системой сотовой связи почти во всех школах есть кнопки экстренного вызова полиции, сказала Нина Журавлева. Комплекс дополнительных мероприятий для сохранения правопорядка проведет областная полиция. 1 и 2 сентября во время проведения торжественных мероприятий под контроль будут взяты все образовательные учреждения в области. Учебные заведения будут охраняться сотрудниками полиции, Росгвардии, общественных формирований и частных охранных организаций. На прилегающих учреждениям территориях будут выставлены наряды патрульно-постовой службы и ДПС, сообщил в Рио начальника главного управления МВД России по Свердловской области Владимир Миронов. Кроме того, по его словам, в первые дни сентября за всеми общеобразовательными учреждениями будут закреплены ответственные лица из числа руководящего состава территориальных управлений главка. Алексей Орлов также напомнил участникам заседания, что 3 сентября в России отмечается скорбная дата – День солидарности в борьбе с терроризмом, когда вспоминают жертв терактов и сотрудников спецслужб, погибших при исполнении служебного долга. В этот день в Свердловской области традиционно пройдут общественно-политические и памятные мероприятия, в которой примут участие представители молодежных организаций, общественных организаций, ветеранских сообществ и все неравнодушные жители региона. Максим Исаенко при содействии Департамента информации губернатора Свердловской области для новостей 11 канала.